Красота! Вот какая красота! Всем здравствуйте! Приехал вот на такое озеро. Все парит. Красота! Буду пробовать ловить карасика. Ну и что попадется. Забросил первого на червяка и уже была первая поклевка. Видите, повел, повел, повел. Ух ты! Никого! Красота все-таки! Сейчас еще сделаю дальний заброс. Буду дальше кидать. Это было со дна. Это было со дна. Я сегодня взял с собой хлеб. Взял с собой прикормку магазинную. Взял желток от яйца с ванилью, с пудрой, с сахарной муку. Надо, чтобы тесто замесить. Не знаю, дойдет ли до замеса теста. Но, по крайней мере, это я все взял. Теперь нужно прикормить. Я до этого показывал пластиковый контейнер для прикормки. Прям очень сильно закармливать не будем. Так, чуть-чуть. Чтоб рыбка подошла. Вот что может быть лучше, ребята, выход на рыбалку в пять утра и засесть на место, закормиться. Сейчас я пока хлебом прикормил, покидал куски. Сейчас я еще прикормлю прикормкой, которую замешал. Поклевки были, несколько штук, но вообще не уверенные, такие какие-то непонятные. Сейчас прикормлю и буду ждать. И смотрите, птичка прыгает по кувшинкам, что-то клюет. Может каких-то букашек, мошек, не знаю. Мелочь, наверное, какая-то дергает. Но прикормил... Ох, как лягушечки-то расквакались. Прикормил, так всегда сначала мелочь подходит. Потом покрупнее кто-то. Но крупная есть рыбка. Надо просто ждать. Гляньте, 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 гляньте. Видели? Я надеюсь, видно вам. Только достал баночки для теста. Хотел тесто замесить. И вот опять на правую удочку поклевка. Но они какие-то холостые. То есть... Пару вроде поклевок. Ничего. Потом в раз выкладывает или поведет. Подсекаешь. Никого нет. Очень странно. Здесь у меня сахар получается. Потом ванилин. Ну не сахар, а сахарная пудра. Ванилин. И больше ничего нет. И... Этот... Желток. Все. Еще такой совет. Не мешайте никогда тесто с маслом. Иначе оно будет слетать с крючка. Пахнет ванилинчиком. Я думаю, рыбке понравится. Я думаю, червяка на дальний заброс. А ближнюю мы сейчас как раз таки на тесто. У меня еще есть опарыш с собой, но опарыш пока не буду. Вот какая красота. Но это уже баночка для того, чтобы сюда Ложить и закрывать. Чтоб оно не пересыхало. Давайте попробуем на тесто. Поймал я одного карасика. Чуть больше ладошки. Не успел заснять. Вышло солнышко. Поднялся немножечко ветерок. Но клев был очень вялый. Плохо клевало. Предполагаю, это из-за того, что ночью были заморозки. И было минус пять. Поэтому рыба очень вяло себя вела. Очень вяло клевала. Решил немножечко перекусить. Попить чайку. Съесть печенье. Снимать было неудобно. Озвучивать тоже было неудобно. Рыбаков было много. Все надеялись на отличный улов. Но в итоге большая часть людей уехала ни с чем. Потому что рыба не клевала. Солнышко зашло за тучки. Стало немножечко холоднее. Вот наконец-таки я поймал еще один экземпляр рыбы. Перезабросил в надежде, что сейчас что-то пойдет. Начнется клев. Но увы, клев так и не начался. Это был залетный экземпляр, так сказать. Другой рыбы не было. Потом я решил две рыбки, которые я смог выловить, отдать рыбаку по соседству. Потому что он поймал пять штук. Ему они были нужнее, чем мне. Он был не против, поэтому я отдал ему. Вернувшись назад, решил выпустить три маленькие рыбки, которые поймал. Отпустил. Они остались живы, но тоже не заснял. Вот такая вот получилась рыбалка. Всем спасибо. Озеру тоже огромное спасибо. Всем до скорых встреч.